16.34 в Москве. Я напоминаю, что у нас в гостях Алексей Финенко, историк, американист, доцент факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук. Алексей, я хотел бы перейти к теме ленд-лиза. Довольно распространено такое обывательское отношение, вернее мнение по этому поводу, что ленд-лиз это якобы были такие подарки от американцев и англичан советской армии. Безвозмездная помощь. Причем, интересно, Алексей, по поводу того, что было, мы поговорили, конечно, в течение этого короткого времени эту тему осветить невозможно. Давайте еще встретимся охотно. Ну, может быть, запросто. Но вот, что я хотел бы спросить, это уже перекидывая мостик в современность. Ведь я вот периодически упоминал, в том числе в своих эфирах, что, скажем, такие страны, как Япония и Германия, они по-прежнему имеют неполный суверенитет по итогам Второй мировой войны. Это правда. И они, на самом деле, зависят от американцев. Ну, понятно, что масса слухов о всякой такой вещи, как там канцлер-пакт и так далее. Вот про Германию. Про Германию. Что мы можем по этому поводу действительно сказать, а что являются слухами? Все-таки суверенитет Германии по-прежнему ограничен. Ограничен. И более того, мирного договора с Германией как не было, так и нет. У кого? У всех. У всех держав. Я скажу эту историю. Значит, в Потсдаме мы договорились выработать единую формулу в отношении Германии. 4D. Демилитаризация, демократизация, деноцификация и демонополизация. Это должно было бы стать основой будущего мирного договора. Затем в феврале 1947 года состоялась Парижская конференция и мирный договор с Германией подписан не был. Были подписаны мирные договоры с союзниками Германии в Финляндии, Италии, Румынии, Болгарии, Венгрии. С Германией провалился. И с этого момента пошли всепаратные действия в германском вопросе всех союзников. То есть мы тогда, по сути, провалили Потсдамскую формулу. Вот в 1952 год союзники подписывают с ФРГ Боннский договор о восстановлении ее суверенитета. То есть восстанавливается суверенитет ФРГ частично с целым рядом ограничений. Ну а затем в 1990 году, 12 сентября 1990 года, был подписан Московский договор о разрешении спорных аспектов по объединению Германии. Его называют договор 2 плюс 4. ФРГ и ГДР 2 плюс 4 державы-победительницы. Советский Союз, США, Великобритания и Франция. Напомню условия договора, что Германия восстанавливается ее полностью суверенитет, правосубъектность в международных делах, прекращаются полномочия держав-победительниц и снимаются остатки оккупационного статуса. Но сохраняются и действуют 4 ограничения суверенитета, введенные Боннским договором. Первое – это запрет проводить референдумы по военно-политическим вопросам. Немцы не имеют права, например, провести референдум, иметь американскую базу или не иметь. Очень важно. Создавать стратегическую авиацию или не создавать, увеличивать армию или не увеличивать. Нет у немцев такого права. То есть, извините секунду, немецкий народ не может решить присутствовать американцам в Германии или не присутствовать? Это второе условие. Это решают американцы? Но требовать вывода войск Германия не имеет права до сих пор. Кстати сказать, до 1998 года союзники вообще имели право не уведомлять правительство Германии о внутренних перевозках и перемещениях по Германии. Например, захотели из Гармиша в Рамштайн поехать американцы. Захотели – уведомили правительство Германии. Не захотели – не уведомили. Только в 1998 году они согласились в порядке доброй воли уведомлять через механизм НАТО правительство Германии. 1998 год. Третий момент. Германии запрещено принимать внешнеполитические решения без консультации с державами-победительницами. Кстати сказать, когда Меркель в прошлом году, 9 мая, критиковала Россию, я думаю, Путин имел спокойно, мог сказать, что, госпожа канцлер, вам московский договор вообще запрещает как-либо обсуждать действия держав-победительниц. Не забывайте об этом. Но мы тогда все-таки не стали этого делать, потому что все-таки всегда надеемся еще перетянуть Германию как-то частично на свою сторону. Ну и, наконец, четвертый момент. Это численность Бундесвера ограничена предельным лимитом в 370 тысяч человек и запрещается иметь целый ряд военной техники. То есть ограничения эти действуют до подписания мирного договора. И еще, Сергей Динович, скажу интересный момент, обратите внимание, никаких переговоров по мирному договору не ведется. И как только какой-то министр обороны ФРГ скажет о мирном договоре, долго он не живет. Мы это продолжим, интереснейшую тему после новостей. 16.47 в Москве. Мы продолжаем разговор с историком Алексеем Финенко, доцентом факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова. Да, вот очень интересная тема по поводу реальной зависимости Германии от Соединенных Штатов Америки, в первую очередь, в современной ситуации. Сергей, один раз Германия попыталась сбракнуться после 90-го года. Это был 2009 год. Вот я напомню, история была такая. Обама 5 апреля в Праге выступил с программной речью и призвал к безъядерному миру. Немцы сразу подумали, что вот она, нужная зацепка. И сразу Бундестаг принял резолюцию, которая рекомендовал вывести американское ядерное оружие с территории Германии. Вот тогда, то есть, по сути, это поменяло всю ситуацию. Тогда американцы быстро смекнули, к чему идет дело. Если немцы уберут американское ядерное оружие, они скажут, что больше нет американских ядерных гарантий, и немцам нужно строить свою полноценную армию. А отсюда один шаг до пересвозвращения к теме мирного договора. Поэтому американцы немедленно мобилизовали поляков, мобилизовали англичан, и те попросту сказали, что такой вариант неприемлем. Вот вместо этого американцы еще больше ужесточили контроль над Германией. 22 апреля 2010 года состоялся Таллиннский саммит НАТО, который принял Таллиннскую формулу, что отныне, то есть с весны 2010 года, вывод ядерного оружия американского из любой страны НАТО, это недостояние должно быть одобрено всем советам НАТО. То есть немцы не имеют права принять такого решения. Это должны одобрить все страны НАТО консенсусом. Но понятно, что ни поляки, ни чехи никогда этого не одобрят. То есть с 2010 года легально добиться вывода американского ядерного оружия из Германии у немцев нет. Еще одна, скажем так, зацепка сделана. И вот только поняв московский договор, мы поймем суть нынешней политики Германии. Вот, по-моему, Сергей, в Германии происходит борьба постоянной двух партий. Вот там есть первая партия, которая хочет пересмотра московского договора и превращения Германии в полноценную великую державу. Тогда это дружба с Россией, это обязательный диалог с Россией. Коли и Шрёдер были типичными представителями этой партии. Именно поэтому они создавали прецеденты двустороннего диалога Россия-Германия, чтобы в будущем пересмотреть условия московского договора. Особенно это была политика Шрёдера. А есть вторая партия, местечковая я ее называю партия, которая говорит, что интересы Германии это хозяйственное освоение Восточной Европы. Надо с этим смириться московским договором навсегда, осваивать Польшу, Украину, Прибалтику. Тогда это конфликт с Россией. Вот Меркель это типичный представитель второй партии. Я не думаю, чтобы американцы на нее давили, просто американцы поняли, что вторая партия им очень выгодна. Американцы очень умеют вычленять таких политиков и играть на их настроениях. Это действительно так. А вот, кстати говоря, что касается... И это, между прочим, крайне важно, то, что мы сейчас об этом говорим, потому что мы неоднократно в дискуссиях повторяем тезис о несамостоятельности стран Европы, и в частности Германии. Нам возражают, что вы ничего не понимаете. Вот я вам благодарен, Алексей, что мы здесь на фактах... И вот еще, Сергей, я скучу по фактам. Алексей, а вот...